Эти люди не просто изучают Горького, они им живут. Международная конференция «Горьковские чтения» стартовала в регионе. Здесь собрались горьковеды и горьколюбы из России и стран дальнего зарубежья. Кстати, эти нижегородские горьковские чтения проходят уже в 37-й раз. Их называют долгожителем среди научных конференций. Вот эти конференции, на которых люди встречаются, не только те, которые живут в нашей стране, но приезжают из других стран, происходит обмен мнениями, обмен ситуаций, которые в странах находятся. Тем самым мы больше и больше интегрируемся в мировое сообщество. Но на волне нашего писателя, на волне творчества Горького. Почетными гостями стали родственники великого писателя. Внучка Максима Горького Дарья Максимовна Пешкова не в первый раз приезжает в Нижний Новгород. Она почтила память предков, возложив цветы к памятнику Горького на одноименной площади. Это такое счастье, вы даже не можете себе представить, какое ощущение получаю вот я, когда я бываю в вашем замечательном городе. Потрясающе. Не так часто я здесь бываю, но, вы знаете, я когда приезжаю сюда, я чувствую себя дома. Вот что-то родное, все, вы знаете. Этот приезд – еще одна возможность – обсудить предстоящий юбилей Максима Горького, который состоится через два года. Кстати, Нижний Новгород уже вовсю готовится к памятной дате. Держгородцы очень уважают своего земляка, трепетно к нему относятся. И сегодня, через два года мы будем праздновать юбилей 150 лет. У нас сегодня масса мероприятий в честь подготовки к этому празднику. Поэтому для города это славная традиция. Горьковские чтения каждый раз позволяют взглянуть по-новому на личности творчества знаменитого писателя. Это еще один способ развеять мифы и найти новые документы. Например, в этот раз ученые нашли мемуары охранника дома на Малой Никитской в Москве. Он по совместительству был чекистом, однако, как следует из воспоминаний, он не столько стучал на писателя, сколько сберегал его. Потом он просто был, хотя человек из народа, но довольно интересный человек со своим взглядом. Как Горький его посылал, например, в Третьяковскую галерею, и потом спросил, а что тебе больше всего понравилось? Он сказал, вот одна картина. Гео, все человек. Это очень интересно, потому что Горький искал из народа людей-самородков. Какие еще загадки скрывает Максим Горький, узнаем на следующей конференции в 2018 году.